всем доброе доброе утро мы сегодня с Лертиком вдвоем с утра у нас дела мы едем в банк выбежали из дома никого даже не видели кто проснулся кто не проснулся потому что немного опаздываем у нас сегодня на улице такое вот небо пьет дождик в общем как-то все грустно я не знаю нам сегодня идти в зоопарк вечером на огни смотреть на огневое шоу и я не знаю как под дождем мы будем ходить если дождик будет но одно радость что это Флорида здесь все очень быстро меняется надеюсь вечером дождя не будет вот а то не знаю как мы поедем смотреть на эти лампочки Лерка с нами не поедет сказала я уже выросла а мы поедем погуляем по зоопарку повезем мамулю показать ей мама говорит а что мы там будем делать ночь животные все спят я говорю мы будем смотреть на цветные лампочки да ну ладно поедем посмотрим и что мы там будем делать в общем вот такие планы сегодня видите меня дочь уже возит на своей машине идет же мне да прям под цвет волос но в общем приедем из банка сниму продолжение влога я вчера забыла вам поделиться и еще одной такой вкусняшкой которую мы очень ждали это казахстанский шоколад мы его всегда очень ждем мамулька нам вот его сколько привезла это просто с детства самый вкусный шоколад не знаю мне кажется это казахстанский наш шоколад да Макарушка ты конечно еще не знаешь но сегодня попробуешь вот так вот выглядит он бренд казахский наш нету сначала покушаешь потом я буду его хорошо мы приехали фермерский магазинчик маленький возле дома сейчас наберем левчику что-нибудь не вредного вот эти яблоки Так, тут есть прям большие цукини, чтобы запечь, или возьмем молодые? Да, молодые у нас есть, я вот только не знаю, в принципе, даже если там есть семечки, мы их вычистим, даже лучше будет. Парочку бери, будет тебе за место тыквы. Так, цукини $1.19 за паунд, а вот fresh yellow, фукини, написано $1.49, но мы берем за $1.19. Так, все, идем. Тыкву будешь брать на будущее? Я бы тоже взяла, пусть дома лежит, раз она тебе прокатила. О, самую большую нашла. Так, доча, перец тебе нельзя, шпинат нельзя, огурчики можно, но огурчики у нас, кажется, есть. Не кажется, они у нас 100% есть. Бананы будешь? Нет. Ну, тогда и все, что ли? А, авокалий сейчас еще возьму. А, авокалий. Ну, возьми, да, у нас. Мы, вообще-то, две взяли, дочь? Ну, еще не готовили вроде бы, не надо, не бери. Только сегодня утром у меня бабочки. А, сварила, ну и я сейчас буду тебе казан-кебаб делать. Ну, пока есть, пропадет, она сейчас быстро пропадает. Если что, лучше приедем, купим. О, вот тут тоже семечки есть. Кстати, не соленые. А, тоже соленые. Доллар 49 они стоят. А вот не соленые. А, вот они соленые есть. 2,44. Возьму, мама искала. Бабушка искала, семечки не соленые. Возьму и нашли авокадо. Сейчас Лерочка возьмет. 69 центов одна штучка стоит. Вот этот, хороший. Вот этого, посмотри, какой красивый. О, покоцаный. Что, все? Нет, ничего. А? Ничего. Нет, я говорю, все? Больше ничего? Стоим в очереди сейчас. Ждем. Пока мы с Леркой были в магазине, нам девчонки уже, мамуля с Евой, приготовили мясо, вытащили. Почистили картошку и лук. Сейчас это будет казан-кебаб по моему быстрому способу. Не знаю, как кто готовит. Я вам покажу, как это делаю я. Я использую вот такую приправу Монреаль стейк. Дальше паприка. Вход пойдет. Кориандр. Такой вот. И немного лимонного перца. Вот. Ну и соль обычная. Сейчас мы это все добавим с вами. Хорошенько все перемешаем и оставим мяско мариноваться немного. Так, у нее там микроволновки еще, чтоб согрелось. Так. Паприки. И сейчас соль. Евушка, можешь мне соль подать? Ну да. Так, еще добавим соль. Открыть? Открыть? Да я, наверное. Ок, не получается. Угу. Так. Посолю и добавлю капельку масла, наверное, чтобы это все быстрее впиталось и распределилось. В принципе, соль можно даже не добавлять, можно добавить потом уже в горячее мясо. Вот. Далее добавим чуть-чуть масла, чтоб просто все специи подружились и попали на мясо. Все. Сейчас все перемешаем. Мясо наше постояло. Уже немного приняло в себе специи. Сейчас, значит, мы будем... Раскалю масло и буду обжаривать там мясо. Ну, а дальше я вам покажу, в общем. Так. Значит, следующий этап. Наглеваем масло в казанок и готовим такую толстостенную кастрюлю, либо казан, который у вас есть, с крышкой. И сейчас мы будем обжаривать здесь... Масла наливайте побольше. Здесь мы будем сейчас обжаривать мясо, а после мяса картофель. Баранина у нас такая не очень жирная, поэтому я не буду ее долго... Баранину вообще нежелательно долго обжаривать. Мы только запечатаем у нее с двух сторон ее и отправим в кастрюлю. Ну, а дальше я вам покажу уже, как я это буду еще делать. Сейчас масло нагреется до нужной температуры. А где зубочистки я нашла? Сейчас мы проверим зубочисткой, готова ли наше мясо. Пока не готово. Как нагреется, я вам покажу. Вот, наша зубочистка уже зашипела. Мы ее вынимаем и отправляем сюда мясо. Желательно жарить по... ну, не по многу, по чуть-чуть, чтобы... Масло не остывало от большого количества мяса. И давала быстро корочку, а не варила его. Я, наверное, буду по два жарить. Что-то оно у меня сразу же остыло. Будем жарить следующие по две штуки. Ну, примерно до такой корочки. Можно чуть больше. Мы доводим наше мясо и отправляем в казан. Открываем сюда следующую порцию и жарим все. Будем ложить по две штуки. Вот, обсушили картошку от воды. Я ее присыпаю немножко паприкой, обваливаю в паприке. И сейчас будем по одной, по две штучки. Если у вас мало масла, то по одной, чтобы оно не остывало. Будем обжаривать ее до золотистой корочки. Ну, я думаю, две штуки можно вполне положить мне. До золотистой корочки будем ее обжаривать масло. Вот прям, чтобы она такая была. Такого состояния жарим картошку. Вот видите она. Вот это одна сторона, вот вторая. Вытаскиваем и укладываем ее на мясо. Крупную картошку я порезала на две части. Самую крупную можно порезать в одну и четыре. Вот такие, тут три, наверное, положим. Наша картошечка готова. Снизу мясо, сверху картошка. Сейчас я немного долью водички. Ну, буквально, наверное, полстакана, чтобы создать пар кастрюли во время готовки. Включу кастрюлю на огонь и накрою тарелочкой и сверху крышкой, чтобы было максимальное испарение. Я сюда не добавляю ни лук, ни чеснок. Мы вот только мясо и картошка. А лук и чеснок я уже добавлю сверху, когда оно приготовится. Сырой лук и отожму чеснок. Пока горячее мясо с картошкой. Он успеет пустить запах свой, в общем, и добавит вкуса. То есть я не тушу чеснок с луком, я его добавляю в сыром виде. Вот. Так что сейчас добавлю водички, накрою тарелочкой и закрываем крышкой. Я немного присолила сверху картошку. Вот. И все. Так, налила водички. Ох, черт, она не вылазит. Ева, можете мне подать глиняную с ровными краями? Елки-палки. Ну, или уже пусть это стоит. Ладно, она влезла вроде бы. Накрываем тарелочку и сверху крышкой. Все. В принципе, если тарелка, ну, тарелка вас смущает, можете ее не ложить. Я ложу. Так, мне кажется, быстрее намного готовится. Я сейчас ставлю минут на 40, а без тарелки мне уходит на это примерно час. Вот. Мы торопимся нам сегодня ехать в зоопарк. Время у нас уже 3.34. Мы в 5 должны выехать. Поэтому мы минут через 40 будем уже садиться за стол. А вы должны услышать, когда оно забурлит, и немного убавить огонек, чтобы оно утомилось. Все. Сейчас я порежу лучок, чесночок и буду ждать, пока приготовится наше блюдо. Так, вот мы достали картошечку, сверху мяско и лучок. Все. Наш казан-кебаб готов. Будем садиться за стол.